Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребят, как бы мы хорошо или плохо не относились к Google, все равно 80% всех пользователей пользуются браузером Google Chrome. И вот сегодня, друзья, я вам хочу показать три новые фишки, которые есть в Google Chrome, которые наверняка вы не знали, а они делают наше пользование браузером более комфортным. Давайте посмотрим. Что же, ребят, для того, чтобы это сделать, надо зайти вот на такую страничку. Это официальная страница браузера Chrome, в которой так называемые флаги, мы можем включать их здесь огромное количество, да, и это позволяет нам открыть те функции, которые еще недоступны в официальных версиях, которые Chrome либо тестирует, либо что-то с ними делает, но здесь их очень много. И вот три функции, которые я считаю, ну, где-то полезны и где-то глазу приятны, сейчас вам и покажу. Первая фишка, друзья, позволит нам более комфортно использовать наш браузер. Если мы, например, находимся на какой-то страничке, пускай это будет вот тут английский язык, да, и нам надо открыть с вами новую вкладку, как это делается? Либо мы нажимаем сюда и потом открываем новую вкладку, либо держим долгим тапом, да, и здесь нажимаем новую вкладку. Но смотрите, что можно сделать и упростить это. Возвращаемся вот в эту нашу страничку, о которой я говорил в начале, и вот здесь вот здесь Search Flags, вводим следующий флаг. Adaptive Button in Top Toolbar Customization. Я это все, конечно, в описании под видео оставлю. Вы можете там смотреть, не надо все это запоминать на картинке. Дальше набираем Default, выбираем Enable вот здесь, то есть доступный. Перезапускаем браузер, вот эту кнопочку. Он открывается, перезапускаем его еще раз. И теперь сверху у вас появился крестик. То есть для того, чтобы теперь открыть новую вкладку, достаточно нажать крестик и все. Где-то вы находитесь опять в вкладке, достаточно опять нажать крестик, и вы будете на новой вкладке. Вот такой приятный бонус. Вторая фишка, друзья, давайте назовем ее темной. Вы прекрасно знаете, что если сделать на телефоне темную тему, то зарядка будет держаться телефона дольше, особенно на AMOLED дисплеях. Да и может где-то по красоте смотрится это, и в последнее время многим этим нравится. Вместе с этим, друзья, и многие системные приложения, в том числе и Chrome, тоже меняют тему. То есть, видите, до шапка стала черная. Если мы с вами нажмем новую вкладку, тоже все стало черным. Если не нравятся черные, то просто зайдите в три точки, настройки, и в темах выберите светлую тему или темную, какая вам больше нравится. По умолчанию это значит будет такая же тема, как и тема устройства. Но что в Chrome печально, тем людям, которые нравятся черные темы, вроде бы все хорошо, да? Но если вы зайдете на любую вкладочку, то вся вкладка будет белым. То есть, никакого черного не будет. И на какую бы вы ни зашли, там английский язык, что-то еще, но я так экспериментировал, все находится в белом цвете. Так вот, есть возможность сделать, чтобы вкладки все вот эти тоже были темного цвета. Для истинных так любителей скажут. Переходим во флаги. Флаги, как видите, черным цветом. То есть, все системные вкладки Android черным цветом, в отличие от других. И надо ввести следующие флаги. Ввести их нам надо с вами три штучки. Первый флаг. Повторюсь, в описании все это будет. Первый флаг. Вот его название. И нам выставить необходимо здесь enable. Доступно. Следующий флаг, ребят, точно такой же, как и этот, только не M91, а M92. Вот он нашелся, флаг M92. М92. Здесь мы с вами берем и ставим disable, запрещаем. То есть, там мы разрешаем, здесь запрещаем. И после этого перезапускаем браузер. Как обычно, советую перезапускать всегда два раза. Да, друзья, вдруг у кого-то не будет получаться. Я делал на версии 93. Это последняя версия на текущий момент времени. И когда вы перезапустили после включения флагов 91 и отключения 92, у вас появится возможность ввести третий флаг. И его мы с вами включаем. И опять перезапускаем браузер. После этого, друзья, заходим в три точки. Настройки. Находим вкладку тема. И здесь появилась вот такая кнопочка, которой раньше не было. Затемнять сайты. Включаем ее. И после этого, друзья, если теперь мы уже зайдем с вами в новую вкладочку открыть. Найдем любую новую вкладку. Как видите, стало уже темным. Вот я заходил. Давайте зайдем. Вкладочки будут уже все темного цвета. И никакой белой уже не будет. То есть, включена уже полностью тема. Некоторые сайты за редким исключением не поддерживают такое. Но я думаю, это очень редко. В основном все будет в темной теме уже полностью и на сайтах. Ну и еще одна фишечка, друзья. Смотрите, если мы зайдем с вами, например, в Википедию. Неважно, куда мы зайдем. На любую страницу. И вам будут отправить какую-нибудь часть из этого. То есть, вы, например, берете, выделяете. И кому-то там поделиться мы нажимаем. И потом делитесь. Как видите, вот у нас здесь есть скриншот. Копировать, отправка, QR-код и так далее. Но смотрите, какую можно сделать интересную и красивую вещь. Я думаю, многим это понравится. Вернемся с вами в нашу страницу с флагами. И находим следующий флаг. Повторюсь, в описании будет. WebNode Stylus. Меняем Default на Enable. Перезапускаем. Он загружается. Мы еще раз перезапускаем. Советую так делать. Тогда будет 100% все применяться. Заходим в Chrome. И смотрите теперь, как это будет выглядеть. Например, вы также хотите все, какую-то часть отправить кому-то там. Именно вот, говорит, почитай. Очень хорошо будет. Нажимаем опять поделиться. И у нас, окромя вот того, что было, появляется еще создать карту. То, чего раньше не было. Нажимаем создать карту. И видим вот такие вот красивые картиночки. Уже сделанные, где все, ну, красиво, так скажем, описано. А не просто мы Ctrl-C, Ctrl-V, простите. Выбираем любую картинку. Например, вот на этом мы оставились. Нажимаем далее. И выбираем, кому вы хотите отправить. То я давайте в WhatsApp отправлю самому себе. И вот я получил картиночку. Я могу ее выделить, почитать. Все, что здесь написано. Ну, вот это просто так, ну, эстетически, может быть, красиво выглядит. Если вы хотите перейти к источнику, друзья, то под картинкой, пока еще вот в таком виде, недопильном, да, виде ссылочки, будет как раз ссылка на источник. То есть нажмете сюда раз один. И переходите как раз уже к тем словам, что выделял я до того, как отправил ссылочку. Это будет все выделено. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.